Всем привет, с вами Сапклаб. Я расскажу вам, как правильно свернуть доску, ведь многие новички задаются этим вопросом. Нужно ли полоскать после соленого моря? После катания в соленом море желательно доску и весло ополоснуть пресной водой. Иногда нет возможности это сделать, а с хорошим сапбордом от соленой воды ничего не случится. Но для весла я всегда беру с собой пресную воду для промывки всех механизмов и кнопок, чтобы они не заржавели. Даже в собранное весло вовнутрь может попасть вода. Для промывания я снимаю заглушку, выливаю соленую воду и ополаскиваю пресной. Как свернуть доску без помощи насоса? Для начала снимаем плавник. После моря рекомендую металлические элементы плавника ополоснуть пресной водой. Сворачивать доску начинаем с обратной стороны от клапана, коленками упираемся в сложенный шаг. Так выдавливается больше воздуха и в моменте доску удобно протирать тряпкой от песка, грязи и травы. Складывать лучше не круглым, а плоским роллом, чтобы база плавника, которая на конце, смогла поместиться в шаг, не торчала в рюкзаке и не упиралась в спину, когда переносите на себе. Если база плавника не попадает в шаг, попробуйте убрать хвост вовнутрь и прижать стяжкой. Как свернуть доску с помощью насоса? Для более компактной транспортировки используйте насос, механический или электрический. Переставляем шланг на выход с надписью Deflate, тот, который выкачивает воздух. С помощью насоса саб превращается в супер плоский блинчик, даже сам начинает скручиваться. Закрываем клапан и теперь его можно компактно свернуть. В нашем случае сабборд фирмы Shark, у которого установлена гибкая база для плавников с болтиками. База не боится никаких заломов, экономит место в рюкзаке. А если у вас обычная нескладная база, то просто постарайтесь попасть в шаг скручивания или прячем вовнутрь сабборда. Неопреновый лиш не обязательно снимать с доски, он отлично свисает наружу и хорошо просушивается. Если оставить его внутри, он просто затухнет или останется неприятный запах. Используя стяжку, сабборд удобно перевозить без рюкзака, закинув в багажник машины или даже положив с собой на байк между ног. Куда убрать весло и насос? Свернуть сабборд можно вместе с насосом и веслом. Кладем аксессуары в место, где начинаем сворачивать доску. И вот тут мы понимаем, насколько полезны складные ножки у насосов. Далее плотно прижимаем и сворачиваем уже круглым роллом, без плоского шага. В конце прокладываем стяжку и затягиваем. В нашем случае складная база идеально подходит под круглый ролл. В случае жесткой базы сделайте шаг складывания шире, тогда база поместится. Вот и все. Спасибо за внимание, хороших путешествий, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok